Идите высоко и сильно до конца. Подождите, пожалуйста. Попробуйте еще раз сверху. Дамы и господа, бич-бойс. Понял, Дэйв. Бич-бойс представляли собой фантазию. Они сотворили калифорнийскую мечту. Джерри, тебе в лицо. Они заставили меня хотеть туда, где машины и девушки в бикини. Их музыка уносит тебя. Были взлеты и падения. Нас, наверное, отсчитывали раз шесть. Мы пели гармонию на заднем сиденье автомобиля. Это рождение братьев, поющих вместе. Круг, обход. Братья Брайан, Деннис и Карл. Двоюродный брат Майк Лав и друг Эль Жардин. Это моя семья. Мы знаем друг друга очень давно. В группе много общения. Мы через многое прошли. Мы закончили. Это соперничество. Бич-бойс. Давайте. Вот и бич-бойс. Если бы у одной группы не было другой. Их музыка ведь не стала бы такой. Брайан действительно обучался быть продюсером. Вот когда мы осознали наличие гениальности здесь. Однако его отец стал препятствием. Брайан, я тоже гений. Поехали. Мой дядя Мюррей продал издательство. И Брайан сказал. Продал мои песни. Брайан создал текстуры, которых не было в поп-песнях до этого. Он сделал это первым. Если мы уйдем, жизнь продолжится. Верно? Итак, не было бы здорово первая попытка. Не было бы здорово, если бы мы... Они действительно показывают, каково это. Когда каждый понимает свою роль. Есть что-то в том, как они гармонировали вместе. Они все включены. Ну и заставят вас семьяться. Но мы можем пожелать доброй ночи. Тот факт, что это была семья. Оттуда и исходит успех.